Начало второго на часах, в эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметалин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии вице-спикер законодательного собрания Кировской области Михаил Курашин. Михаил Вячеславович, добрый день. День добрый. На сайте Кирова есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, вы можете заранее узнать, кто тут в гостях, в особом мнении, и задать гостю вопрос. Есть вопрос от вашего тезки, кстати, Михаила. Давайте не будем томить человека. Вопрос еще задан 30 января. Видимо, ждет ответа. Считаете ли вы правильным нахождение в составе нашего ОЗС в основном представителей крупного бизнеса области и представителей других регионов? Ну, давайте начнем с того, что представителей крупного бизнеса, я считаю, что в нашем законодательном собрании не так и много. Там термин большинства, наверное, не совсем подходящий. В основном, да? Да, в основном. Поэтому представители крупного бизнеса должны присутствовать в законодательном собрании. Я считаю, что с учетом того, что их участие, их роль в формировании доходной части бюджета немаленькая, и поэтому их представительство я вполне обосновываю и вполне представляю, что оно должно быть. То есть именно вот это основание, да? Да. Раз неплохую денежку в бюджетной области они перечисляют, они должны... Во-первых, неплохую денежку, во-вторых, ведь и задачи социального плана, то есть это и вопросы, связанные с рабочими местами, с инфраструктурой, здесь без представителей крупного бизнеса было бы достаточно тяжело. Что касается иногородних, ну, здесь вот я, наверное, поддержу автора, предполагаю его позицию в том, что он не согласен с тем, что они должны присутствовать, и эту позицию разделяет. То есть люди, которые находятся в Кировской области, точнее, не находятся в Кировской области, не работают здесь, не имеют места жительства здесь, а там приезжают только ради пленарных заседаний или каких-то частных вопросов, ну, скорее всего, и этим людям до Кировской области достаточно далеко. И, соответственно, здесь я разделяю позицию, и очень надеюсь, что в этом году избирательная кампания, она, ну, скажем так, не будет содержать в себе большого количества так называемых паровозов, которые будут представлять там другие регионы и будут такими яркими лицами каждой из политической партии, потому что мы прекрасно понимаем, что эти люди, скорее всего, не пойдут в законодательные собрания, а если и пойдут, то их интересы и интересы Кировской области будут достаточно различны. Но реально-то здесь барьеры-то никакого нельзя поставить? Нет, барьеры здесь... Все в одном правовом пространстве, что называется, находятся? Да, все находятся в одном правовом пространстве, и есть и другие ситуации, когда люди, там, иногородние находятся здесь по причине того, что их бизнес располагается здесь, да, то есть, и мы знаем примеры, предположим, в этом созыве были по одному из крупнейших наших кирово-чапецких предприятий, когда представители других регионов находились, точнее, попали в ЗАГС собрание, но они представляли именно кирово-чапецких импеминат. Что касается, там, других представителей, ну, тут, конечно, скажем так, для Кировской области плюсов от этого много не было. Ну, в общем, все будет зависеть от избирателей? Конечно, конечно, в конечном-то итоге все в любом случае зависит от избирателей, и очень хочется, чтобы все-таки избирали осмысленно, грамотно, а не, там, благодаря каким-то технологиям, или, там, вопреки чему-то, или против кого-то. Вот, тогда все-таки есть шанс, что у нас и ЗАГС будет представлено из местных, как предпринимателей, так и представителей других сфер, вот, и они будут действительно принимать решения в облаках. Ну, выборы, напомню, состоятся в сентябре этого года, да, но если попробовать развить эту тему, этот вопрос, это, Михаил, в новом составе нашего регионального парламента, представителей крупного бизнеса, нам выделялось. Должно быть больше, меньше, или вот, вот, хватит пока. И каких групп еще бы хотелось, чтобы они появились? Ну, я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы больше появилось представителей социальной сферы, потому что, в конечном итоге, когда у нас, там, социальный комитет во главе с руководителем, ну, к социальной сфере не имеет прямого отношения, а является, там, руководителем предприятий, то, соответственно, достаточно тяжело проходят вопросы, касающиеся непосредственно каких-то специфичных вещей. То есть, понятно, что руководителю предприятия приходится сталкиваться с социальными вопросами, потому что с этими вопросами идут избиратели, идут работники, но все-таки хотелось бы погружения, чтобы у людей было более глубокое, чтобы понимали не только поверхностные процессы, а понимали и внутренние процессы, которые в системах. А кто конкретно в этом числе? Представители же образования, медицины. Образование, здравоохранение, культура. У нас же, предположим, в культуре, собственно, никого нет, да, то есть, спорт тоже никого нет, да, то есть, если здравоохранение представлено несколькими человеками, да, то, как бы так, образование, ну, я бы сказал, наверное, тоже никого нет. Ну, бытует же мнение о том, что, ну, к примеру, главврач какой-то больницы, пусть он уж лучше будет главврачом, не лезет в политику, не занимает воздепутат. На своем месте, как врач, он будет гораздо полезнее. Это мнение, да, то есть, я в данном случае, все-таки, считаю, что если человек видит в себе силы, видит в себе компетенции, чтобы, кроме основной работы, заниматься дополнительно еще и законодательной деятельностью, это хорошо и это правильно. Знаете, еще один вопрос поступил, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. В наш парламент внесены поправки, предусматривающие лишение полномочий депутата за непредоставление или несвоевременное предоставление декларации о доходах, а также расходах своих семей. Как вы относитесь к этой инициативе? Я отношусь положительно, потому что на сегодняшний момент, когда два года назад ввели обязательность предоставления декларации для всех, да, не только тех, кто работает на профессиональной, но и на общественной основе, на самом деле данный законопроект не был подкреплен никакими мерами дополнительного стимулирования депутатов, да, то есть, ну, представил хорошо, не представил, собственно, сделать ничего с таким депутатом нельзя. И, ну, я думаю, что это не закрытая информация, там, несколько лет у нас было там несколько депутатов, которые этим пользовались, то есть, не предоставляли информацию. Сейчас, я считаю, что зациклено. Сейчас-то ситуация отболизовалась? Ну, вот сейчас будут приняты поправки, и, соответственно, добровольность в предоставлении декларации будет подкрепляться, точнее, добровольность вне предоставления декларации будет подкрепляться уже непосредственно мерами тем, что депутаты могут лишить полномочий. Это правильно, это должно быть, потому что я считаю, что, ну, есть разговоры о том, что, там, люди работают на общественных началах, кому какое дело, как он зарабатывает и так далее. Если человек пошел в публичную сферу, в публичную политику, соответственно, он должен быть прозрачен. А не слишком ли жесткая такая мера, прям, лишение депутатских полномочий и все? Ну, а по-другому воздействовать в данном случае никак нельзя. Да, то есть, и, там, передать это решение, предположим, там, тому же парламенту или фракциям, которые, кроме, там, ай-яй-яй, ничего сделать с ним не могут, ну, смысла введения таких санкций, наверное, нет. А непосредственно вплоть до лишения полномочий, это, я считаю, правильный ход. А когда будут поправки рассмотрены? На февральском уже, примерно, или? Я думаю, что да. А кто автор, к сожалению, не в курсе? Ну, сейчас не готов сказать, но я думаю, что это представители у нас комитета по законодательству. Ну, эта идея давно витала, да? Ну, эта идея, на самом деле, федеральная, поэтому мы лишь, скажем так, доприводим в соответствии. Давайте продолжать. Есть тема, вот, буквально, с сегодняшнего дня, именно сегодня, 1 февраля, накануне стало известно о том, что губернатор Никита Белых встретится, возможно, уже встречается, или уже встретился с послом Италии в России. Будут обсуждаться деловые связи. Ранее в нашем эфире заместитель председателя правительства областного Алексея Вершинин рассказал, что на встрече будут присутствовать и представители российско-итальянской торгово-промышленной палаты, бизнесмены из Италии. Интересуют этих людей, в частности, наш лес, Кировский, лесопереработка, строительство новых предприятий, строительство завода по изготовлению мебельной фурнитуры. Вот перспективно, на мой взгляд? Ну, любой переговор, все-таки, вещь перспективная. Другое дело, что лично для себя я позиционирую, что инвестиции приходят туда, где есть три составляющие. Это сырье, это условия и это люди. То есть рабочая сила имеется в виду. Сырье есть? Сырье. Давайте начнем с сырья, что все-таки, мне кажется, что порядка в этой сфере так и не наведено. Да, все мы помним небезызвестную историю с Киров-лесом, но, как бы так, кроме политического шума вокруг этого вопроса и ряда уголовных дел, на мой взгляд, ситуация в корне не поменялась. По крайней мере, по тому накалу обсуждения, которое происходит в законодательном собрании, ситуация с тем, чтобы организовать производство внешнему лицу на территории Кировской области и беспрепятственно получить лес, на мой взгляд, движения большого не произошло. И, может быть, как раз отчасти одна из таких проблем, которые озвучиваются по проекту «Моногород Луза», она как раз заключается в том, что неразрешенность, недорешенность вопросов по лесу, по аренде лесов, по использованию лесов, она как раз тормозит и данный проект. Поэтому, с точки зрения… Эти вопросы решаются на уровне нашего правительства? На уровне ЗАГСа? Мы их можем решить. Единственное, что здесь надо понимать, что, во многом, это последствия периода предыдущего, то есть даже еще до вступления в должность действующего губернатора, это вопросы, которые возникли еще раньше, когда лес, договора, аренды заключались достаточно в темную и с сомнительными условиями, с сомнительными структурами. Наводить порядок надо. К сожалению, если мы порядок не наведем, то вряд ли мы можем говорить о том, что лес наше богатство и стратегический ресурс для инвестиций. А что, нет какой-то волевой позиции? Ну, нанести порядок? Есть позиция, есть закон, да, который регламентирует, в том числе, там, защищает существующие договора, и в этой связи возникают определенные сложности с тем, что, там, расторжение договоров, выплаты неустойки и всего остального. Поэтому порядок надо наводить. По условиям, я считаю, что тоже мы, там, на примере… Инфраструктуру, да, имеем в виду? Да, инфраструктурную. На примере, предположим, Вятского, Полянского промпарка, видим, как тяжело у нас идут процессы, связанные с созданием площадок. По обсуждению и по анализу вопроса, связанного с предоставляем налоговых льгот, мы видим, какие бурные обсуждения, которые, как показывает практика, не имеют, в большинстве случаев, никаких экономических обоснований, да, основанные вот на каких-то таких эмоциональных показателях, которые играют этим вопросом в ту или в другую сторону, да, там, в один момент депутаты отменяют налоговые льготы, на следующем же заседании снова их там возвращают и так далее. Всё это говорит о том, что у нас достаточно слабо развито стратегирование в экономической сфере, да, там, в том числе в сфере привлечения инвестиций. И вот одно из первых заседаний, которое прошло в этом году, связанное с разработкой новой стратегии социально-экономического развития, она как раз показала, что мы не имеем стратегического, чёткого стратегического понимания, куда мы будем двигаться. Но или кто? Кировская область, да, то есть правительские... Персонифицировать-то можно? Органы власти, да. Исполнительные власти? Вообще. Вообще. Да, потому что вот данная рабочая группа, она представляла собой разные категории, это и сообщество предпринимателей, и научное сообщество в виде вузов, и депутатский корпус, и органы исполнительной власти. Вот это сообщество, в принципе, когда увидела новый проект, предложение, точнее, да, там, по структуре новой стратегии, высказала множество позиций, которые, на их взгляд, не то что не учтены, а, в принципе, проигнорированы, да, там, проектом новой стратегии. И я не знаю, там, когда будет назначен срок по обсуждению всех предложений, которые поступили, но знаю, что этих предложений превеликое множество. В пакет этих же предложений как раз входит и третий блок, это связано с трудовыми ресурсами. К сожалению, там, ни существующая стратегия, точнее, та, которая была раньше, ни та, которая готовится, почему-то эту позицию, это направление вообще не учитывает. Хотя мы понимаем, что, собственно, трудовые ресурсы, их стоимость, их, ну, квалификация для Кировской области является ресурсом развития, да, то есть у нас есть население, рабочие руки, да, там, эти рабочие руки обладают, ну, достаточно неплохой квалификацией. Стоимость рабочей силы по сравнению, предположим, с центральной частью России, она достаточно низкая, и это то, что может привлекать. Но вот, к сожалению, стратегии мы не увидели. То есть, ну, и там рядом депутатов направлены предложения по включению данного приоритета в стратегию. Вот сейчас ждем обсуждения, когда это будет происходить. Но об этом мы говорим уже достаточно долго. О том, что вопросы, связанные с трудовым потенциалом населения, необходимо его наносить в приоритеты, необходимо принимать меры. Это, там, спектр вопросов широкий, вот, профориентационной работы до, там, закрепления молодых специалистов и вопросы, там, обеспечения социальных гарантий работающим. Вот спектр достаточно большой. Понятно, что он непростой, понятно, что он будет требовать... Здесь уже, скажем так, не ограничиться просто стат данными, здесь необходимо уже более детально прорабатывать критерии и показатели эффективности и результативности, и за это будут спрашивать. Ну, там, без этого, собственно, ключевое условие для привлечения инвестиций мы не получим. Вот, видимо, тут работа не одного месяца, не одного года и... Я бы сказал, это работа, на самом деле, стратегическая, да, то есть, и это работа не одного министерства, предположим, экономического развития, а это работа всех подразделений, включая весь социальный блок, потому что создание условий для развития рабочей силы – это, в том числе, и вопросы, связанные с социальной сферой. Резюмирую, то есть, вы, по большому счету, скептически относитесь, да, вот, что эти международные деловые связи и привлечение инвестиций на существующую почву, вы сейчас рассказали, да, что она себя представляет. Ну, вряд ли сходы будут в принципе. Я все-таки отношусь более приземленно к пониманию того, что речь может закончиться или, там, реализоваться договоренности могут в небольших инвестпроектах, да, но, там, предполагать, что появятся, там, мега крупные инвесторы, которые озолотят Кировскую область, я, честно говоря, пока вот в этом скептичу. Оснований для этого пока нет. Ну, надо сказать, что вообще, в целом, в этом году наша Кировская область собирается светиться, так скажем, на разных уровнях. Запланировано 36 ярмарок и выставок. Не Кировской области в этом году пройдут в Екатеринбурге, в Коме, в Санкт-Петербурге, в Уфе. Запланированы также визиты в Азербайджан, Армению, Нидерланды, Узбекистан и так далее. Как тот же зампред Алексей Вершинин пояснил, вот это увеличение суммы в 8 раз до 17,5 миллионов – это не дополнительное выделение, а это вот они собрали все воедино, то, что по кусочкам. Ну, вот как раз в этом вопрос и есть. То есть, когда мы говорим о том, что вот раньше у нас было все по кусочкам, но у нас было неэффективно. Сейчас мы это все собрали вместе, сейчас это будет эффективно. За счет чего? То есть, какие новые подходы будут использованы к тому, чтобы сделать вот эти презентационные мероприятия эффективными? Я, честно говоря, пока не понимаю, о чем идет речь. То есть, если мы готовы потратить несколько миллионов на презентацию области, то давайте мы поймем на развитие инфраструктуры, развитие человеческого потенциала здесь и сейчас, сколько мы будем тратить, по каким направлениям и какого уровня мы хотим вот этих инфраструктурных и человеческих показателей достичь. Тогда я буду понимать примерно в соотношении, что презентационный рубль будет стоить столько-то рублей вкладывания в инфраструктурные вещи, и тогда мы можем говорить о том, что пришедшие инвестиции мы будем, собственно, анализировать. Ага, вот так ситуация меняется. Просто собрать все частицы в одной и говорить, что после этого станет эффективно, я, честно говоря, не верю. Я участвовал в прошлом году в нескольких подобных выставках. Ну, могу сказать, что понятно, что мы, может быть, только начинали вот эту такую презентационную кампанию, но, как мне кажется… В прошлом году у нас был Нижний Новгород, Пермь, Нижний Новгород, Фижевск. Ничего особо уникального и прорывного мы в данном случае там не показали не только для тех территорий, где мы представлялись, но и в том числе не предложили интересные форматы для наших производителей. То есть для тех, кто ищет связи в других территориях. Рынки сбыта. Ну, не только рынки сбыта, в том числе и партнерские связи. Поэтому, там, насколько эффективен выставочный период был в прошлом году, я думаю, что, ну, наверное, низко эффективен. Может ли он быть эффективен сейчас? Ну, дай Бог. Ну, в принципе-то этой деятельностью надо заниматься. Нет, конечно, надо заниматься. Тем более… В данном случае я говорил о том, что мы готовы предложить, да, там, какие новые форматы, какие новые идеи мы готовы предложить. И что мы в данном случае готовы предлагать не только в рамках выставок, но и в рамках условий, которые мы здесь создаем для того, чтобы люди зашли. Если мы будем говорить о том, что у нас, там, до сих пор, там, на сто процентов не сформирована площадка, не заполнена площадка в Яцких полянах, если мы, там, на протяжении, там, шестнадцатого года будем вялотекуще продолжать развивать площадку Слободино, но никто не собирается ждать, там, по полгода, по году, когда все это будет сделано. Да, то есть, вот, соответственно, надо соединять не мероприятия в целом, а надо соединять всю деятельность органов, тех, кто занимается презентациями и тех, кто занимается развитием инфраструктуры, чтобы все это было последовательно. Потому что, там, сейчас, прокричать о себе очень громко и заинтересовать всех собой, мы, в данном случае, убьем их, когда они могут прийти сюда, и когда они столкнутся с ситуациями, что те или иные вопросы решаются, там, по несколько месяцев, да, то есть, это не только оттолкнет их, но и дискредитирует Кировскую область на перспективу, то есть, они впредь уже не будут задумываться о нас, что можно было бы сюда зайти. Потому что мы уже раз были, там, посмотрели, как все делается, решается, что здесь делать. Поэтому, вот, тут, на, вот эту, там, системность выстраивать в целом, по всему блоку экономическому. Остается буквально пара минут у нас до перерыва. Это время предлагаю вам посвятить комментируем по поводу появления в нашем городе памятником труженика тыла. Сразу после новогодних праздников было объявлено о том, что, вот, в частности, глава города Владимир Быков заявил, что деньги будут, будем собирать всенародно на этот памятник, а место, где чиновники планируют его разместить, это перекресток профсоюзный и Карла Маркса, тот самый секвер. Мы уже обсуждали этот вопрос в нашей программе, дневной разворот. В принципе, никого нет, чтобы был против появления этого памятника. Вы тоже? Да я думаю, что вообще никого нет. Вы тоже? Вы тоже будет против. Конечно. То есть, город получил, в том числе, там, свое промышленное развитие, именно благодаря тому, что, да, в период войны мы стали одним из центров, там, трудовых центров страны и, собственно, тем самым унесли свой вклад. Это надо, там, запечатлевать, это надо, там, поддерживать и продвигать. Не вопрос. Но нужно все-таки, мне кажется, администрации не в стороне стоять от этого процесса и говорить, там, жители сами все должны собрать. Нужно активно заниматься продвижением и активно, в том числе, искать возможность финансового участия в этом памятнике. Не сто процентов, там, но какого-то финансового участия должно быть. Бюджет. Да, бюджет. Нашего города. Потому что хотелось бы напомнить, что, собственно, ордена, которая есть у Кировской области, это ордена, как раз, связанная с участием Кировской области, вот, в обеспечении тыловой поддержки. Поэтому эти ордена, они как раз ордена те, кто ветераны, труженики Тула получили. А по поводу местной установки? Ну, я думаю, что… Кто-то за Парк Победы высказывается, кто-то за территорию рядом с Дворцом Пионеров. Я думаю, что место достаточно подходящее, потому что, собственно… Перекресток профсоюзного Карла Маркса. Да, профсоюзного Карла Маркса. Потому что, если предложим от центра ехать, то мы понимаем, что у нас примерно вот с этого места начинается промышленная часть. Шины, Искош, Лепси, АЦМ и так далее. То есть, соответственно, те предприятия, которые, собственно, и создались в период войны, и, собственно, которые обеспечивали фронт. Поэтому своеобразное такое место отсечки, она, мне кажется, исторически обоснована. Плюс ко всему, я за то, чтобы памятник был там, потому что это дает надежду, что все-таки та территория будет облагораживаться. И пусть она облагораживается вместо того, чтобы там появился дом или торговый центр. А если снова возникнет такая ситуация, когда деньги будут собираться в добровольном принудительном порядке, это будет с памятником Трифона. Ну, если это будет собираться… Вы ведь тоже ведь на Трифона же в это время в ЗАГС собрали, да? Не, конечно. Не было. Хорошо. У нас, в основном, мы пятачок в Санкт-Петербурге, да, то есть на Невске, для Стеллы, вот туда, да. Ну, я надеюсь, что все-таки принудительно в нынешних условиях не будет работать. Хорошо. Давайте перейдемся на рекламу. Михаил Курашин, вице-спикер ЗАГС собрания Кировской области. Это его особое мнение. Продолжаем через пару минут. Продолжается программа «Особое мнение». Напомню, что это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикер ЗАГС собрания Кировской области. Аудио-видеотрансляции есть на сайте kirovo.ru. Хочу вот задать вам какой вопрос. Вопрос про оппозицию. Определенная часть россиян продолжает обсуждать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал представителей внесистемной оппозиции врагами народа и предателями. Вопрос, уже звучавший в этой студии. Как оценивается? На чьей стороне? Да, на чьей стороне. Вы представитель системной оппозиции. Я считаю, что внесистемная оппозиция – это, собственно, тот лакмус в обществе, который и должен подавать власти, власть имущим, власть держащим, собственно, основные сигналы по настроению в обществе. Потому что любая системная оппозиция, она так или иначе интегрирована во власть и взаимодействует с властью. И поэтому, наверное, все-таки оторвана дальше от народа, нежели внесистемная оппозиция. А вот степень активности внесистемной оппозиции как раз и говорит о том, какие на стране превалируют. И если внесистемная оппозиция становится много или отмечается ее высокий рост, то это сигнал к тому, что в обществе не все ладно, и дабы не допускать каких-либо резких изменений, резких обострений в жизни, необходимо что-то предпринимать. Поэтому я считаю, что внесистемная оппозиция в любом обществе, не только в нашем, в российском, она должна присутствовать. – Враги они или не враги? Предатель или не предатель? – С учетом той роли, которую они играют, я считаю, что они не только не враги, они и полезны обществу. Потому что они индикаторы этого общества. Что касается вот этой перепалки, честно могу сказать, я не слышал и не читал непосредственно самого выступления или того текста, откуда была взята эта фраза. Потому что я предполагаю, что все-таки, наверное, эта фраза в большей мере вырвана из контекста. Но даже если эта фраза была произнесена в том понимании, в котором она озвучена, скорее всего, человек оговорился. – Оговорился? – Оговорился. Потому что… – Или не сдержался? – Не сдержался, оговорился. Потому что, насколько я знаю, в самой Чечне тоже не все идеально. И даже несмотря на те 120%, которые за него голосуют, оппозиция, в том числе не системная, она присутствует. И поэтому, как бы так, я думаю, что Кадыров тоже понимает, зачем она ему нужна. Поэтому я вот, еще раз говорю, непосредственно текста этого не видел. Могу лишь судить, потому что говорят. Исходя из этого, там, свою позицию, свое мнение, оно не выглядит вот таким образом. – А вот интересно, любой другой глава, любого другого субъекта Российской Федерации мог бы такое произнести? И если бы произнес, вызвал такой резонанс и обсуждение? – Ну, может себе представить, что это другой губернатор? – Резонанс, он провоцируемый, да? То есть, средствами массовой информации, в первую очередь. То есть, ну, в качестве примера достаточно вспомнить активность обсуждения выступления нашего губернатора на общественной палате, на гражданском форуме, да? Про фриков и дебилов. Ну, как бы так, а чем это не такое же заявление? Такое же заявление, да? То есть, он как бы так сказал о слабых сторонах общества. «Фрик» просто сам термин появился не так давно, возможно. Врат народу у нас в России всё-таки другая подоплёка этого слова. – Ну, а слово «дебилы» – это, в принципе, исконно, наверное. – Лаврову нужно запрестовать это слово. – Вот. Поэтому, я думаю, что вопрос не в том, что может ли это прозвучать там от кого-то другого. То есть, имеется в виду, что может ли это сказать кто-то другой. И мне кажется, что те главы территории, те политики, которые уверены в себе, могут действительно, ну, говорить какие-то вещи, которые они там реально через себя пропускают, и за которые они готовы нести ответственность. К сожалению, таких, я думаю, не много. Поэтому и таких заявлений не так много. Есть ещё несколько заметных новостей федерального уровня. Предлагаю их тоже обсудить. Вот, в частности, Минпромторг предложил отменить запрет на продажу алкоголя, в том числе в киосках, ларьках, откуда так долго и упорно его выгоняли и выгнали в конце, а также легализовать продажу спиртного через интернет. По мнению руководителей ведомства, сейчас государственное регулирование в сфере оборотов алкоголя носит хаотичный, запрещающий характер и не нацелено на реальные проблемы. Выгоняли спиртное? Я считаю, что в этой фазе тоже ни о чём разговор. То есть, когда мы говорим о реальных проблемах, то это проблемы, связанные с контрафактом, с фуфыриками и так далее. На самом деле, ведь в основе борьбы с продажей алкоголя всегда был вопрос алкоголизации, в первую очередь алкоголизации молодёжи. И один из ключевых аргументов принятия ограничительных мер являлось как раз ограничить доступ для молодых людей. То есть, если мы с вами вспомним, то одни из первых как раз решений в этой области касались выпускных каких-то памятных знаковых праздников. Так называемые безалкогольные дни. Да. Цель-то была именно ограничить в первую очередь молодёжь, потребление молодёжи. Поэтому всё остальное, оно уже около этой темы. И, на мой взгляд, как бы так, и те, кто сторонники усиления, и те, кто сторонники снятия усилений, они всегда пытаются смешать всё в одну кучу. Здесь кучу-то надо разделять, потому что продажа алкоголя и продажа контрафакта – это два разных процесса. То есть, ограничение по времени, предположим, продажа алкоголя или по местам и продажа контрафакта – это разные темы. Бороться нужно в любое время, при любых условиях, при любых ограничениях или при любой свободе. А регулирование, оно должно исходить из каких-то вполне обоснованных вещей. Да, там, воскресенье надо ограничивать, потому что понедельник – рабочий день. Да, там, по праздникам надо ограничивать для того, чтобы не спивалась молодёжь и так далее и тому подобное. Это никак не связано, ещё раз говорю, с борьбой с контрафактом. Поэтому эти решения должны быть завершены. Что сейчас произойдёт, если всё-таки ограничения по спортивным и культурно-массовым мероприятиям будут сняты? Ну, ничего, собственно, нового не произойдёт. Потому что, к сожалению, мы не достигли жёсткого уровня соблюдения закона и в тот период, когда они действовали. Ну, не знаю, там, для примера, в новом открывшемся там парке у нас там можно купить медовухи. Да, то есть, правильно это, неправильно это, по закону такие ограничения должны быть. Там присутствуют дети, это место культурного отдыха, там продаваться не должно. Там, обходы в виде того, что медовуха, там, что это такое, там, и попадает ли она по 10 закона, это уже, условно говоря, увиливание, а не соответствие закону. То же самое касается вопросов, связанных с жёстким исполнением, контролем за исполнением закона. Ну, там, любимая семья, там, команда Родина собирает, там, по 3-5 тысяч человек. На домашних матчах. Да, на домашних матчах. Ну, особого контроля за проносом и распитием спиртного никакого нет. Да, там, те меры, которые на входе, там, когда полицейские обыскивают людей, там, ну, ни у кого улыбок, и у тех, кто пьёт, и у тех, кто не пьёт, там, кроме улыбок, ничего не вызывает. Потому что те, кто хотят, они проносят, пьют, и делают это чуть ли не на глазах, там, тех сотрудников милиции, которые находятся на стадионе. То есть, соответственно, дальше возникает вопрос, там, что изменится, если легализовать? Да ничего не изменится. Те, кто хотел пить, они будут пить. Своё ли, или будут покупать ли, там, без разницы. А киоски с ними такая же история? То, что касается киосков, ну, то же самое, да. То есть, у нас там был период, когда, действительно, ларёчники испугались компанией, связанной с выявлением, да, там, и борьбой с продажей нелегального, или, там, в нарушении сроков. Ну, сейчас для них наступила такая пора расслабована, да. То есть, сейчас их особо никто не шпеняет, и, там, торговля, опять же, те, кто хотят, там, где есть спрос, там продают. Те, кто не хотят, ну, те, кто не хотят. Поэтому, я думаю, что в большом, применительно Кировской области, больших изменений не произойдёт. Ну, а легализация торговли спиртным через интернет. Вот тут у МВД региональное управление отчиталось, у нас нашли в интернете номер, позвонили, приехала машина, они всё арестовали и штрафовались. Ну, они, конечно, молодцы, но давайте вспомним о том, что, когда речь идёт о другой беде, связанной с наркотиками и распространением спайсов, они впрямую заявляют о том, что работу с интернет-продажами они не могут контролировать. Поэтому, там, если аналогично начнётся по алкоголю, как они будут контролировать, они не смогут контролировать. В результате, собственно, ну, мы будем получать и поток контрафакта, поток отравления. Но, ещё раз говорю, это не вопрос, связанный с ограничениями продажи спиртного. Это вопрос, связанный с борьбой с незаконной продукцией, с контрафактной продукцией и так далее. То есть, это две разные темы. Поэтому, посмотрим. Остаётся у нас буквально минута, вот ещё о чём хочу спросить. Вы, безусловно, знаете, что у нас глава города Владимир Быков решил последовать, к примеру, или уж не знаю, не последовать. Решил. Самостоятельно он в этом отношении. В общем, речь идёт о прямой линии главы города, которая состоится у нас завтра в 18.30. По-моему, такого не было вот ещё, да? Ну, какие-то попытки пресс-конференции-то были, да? То есть, насколько она будет большой, насколько... У нас же был и предвыборный период был, когда он чуть ли не еженедельно проводил прямые линии. Но транслироваться будет на всю область всё-таки. Не только на областной цене. У России было 4. Человеку надо готовить... Предвыборная, да? Ну, я думаю, что... Составляющая в этом... Исключительно предвыборная составляющая. И выход на областной уровень подтверждает это. Потому что, я думаю, что если бы он ограничился городом, то, вполне вероятно, он бы получил достаточно большой поток таких проблемных скользких вопросов. И вынужден был бы вот в этой сфере. А с учётом выхода на большую территорию, он имеет возможность показать и, в том числе, себя как политического деятеля. Вы-то будете смотреть? Вам интересно вообще? Ну, я бы сказал, по мере занятости... По мере занятости, потому что, как бы так, о том, что у нас хорошо, в принципе, рассказано уже немало, да, там, в конце года. О том, какие проблемы существуют и как их собирается решать, ну, я, честно говоря, не особо верю в честные ответы. Хотя авторы линии заявляют о том, что любые вопросы можно задавать. Посмотрим. Завершается на этом программа «Особое мнение». Благодарю Михаила Курашина, вице-спикера Закцсобрания Киевской области. Спасибо. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания.